В зале около 80 участников. Турнир открытый. Приехали гости из соседних районов. В этом году дата соревнований совпала с Днем Защитника Отечества. Ребята, я думаю, сегодня будут стараться. У нас сегодня гости почетные. У них будет дополнительный стимул сегодня проявить себя, свой характер. Николай Корнеевич ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной. Первое время был сапером, потом его отправили учиться. В 18 лет младшим лейтенантом он принял взвод «Катюш» реактивных минометов. Войска были секретные. Командиры расчетов, коммунисты. Два председателя колхоза, секретарь порткома, директор завода. Всем за 40 лет. Построил и сказал, я ваш командир. И запомните, приказ командира, приказ родины. И должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. А кто будет сомневаться, то познакомится. Показал на кобуру с пистолетом. Вопросов не было до конца войны. По словам Николая Корнеевича, и у нынешнего поколения тоже есть искра. Артур не сдается. Он из Крымского района. Соперник из Темрюка. Сошлись здесь, в Анапе. Борьба шла практически на равных, но кроме техники есть еще и характер. Ну просто разозлился и все. Артуру 9 лет и ему нравится именно классическая борьба. Ну бороться только на руках. А вольное неинтересно. Просто сожжет за ноги и все, и выиграет. Интересно. Посещать открытые турниры у соседей – распространенная практика. Так приобретается необходимый опыт. В Анапе греко-римской борьбой занимаются порядка 250 ребят. На городские соревнования приходят лучшие из них. А из победителей формируют сборную Анапы. Александр Ребекко, Роман Беркалеев. Анапа. Регион.